ПФБ у Орес прошлое, сейчас вы за. Вы, извините, давайте сам. Давайте, руна Дианан Хар. На перец, андрюс, у Сурдков, и гибайте людям Хар. Решение в них. А почему вы на кредит? А почему вы на кредит? Не надо, почему вы на кредит? Почему вы на кредит? Вы, что вы на кредит? Вы, что вы на кредит? Вы, что вы на кредит? У нас было, что вы на кредит? Это утверждение, что в порядке вы делаете. А вы не знаете, я не отвечаю. А куда я знаю? Я тут есть. Я тут есть. Послушайте, я не буду бегать за депутатом и за глядом. Да депутат тут стоит. Вы, что вы на кредит? Может мне бы интересен забудовывать какие-то РЖП? Я есть тут. За свободу там что скачать? Уберите, пожалуйста, подчеркнуть. Где вы будете? На какие печатки? Вы, что вы на кредит? Вы, что вы на кредит? Что вы на кредит? Вы, что вы на кредит? Я ставлю на повторное голосование, что до повернение до розгляду 12 пунктов, а сам о розервании этого уровня замены 9. Какие печатки? В 2013-12 2004-го года. В ОРС. Кто за то, чтобы повернутся? Кто за то, что повернутся? Возвращение к Волоносу Я в Дагницьком району, я просто до вас вертаюсь нормально, чтобы мы тут решили користь громади Дагницкого питания, чтобы мы не повторяли проблемы Качиново, проблемы Усухурьків, чтобы мы тут не стимулювали силові варіанти розв'язання цих вопросов в Дагницьком районе. Я дуже вас прошу, поддерживайте, комиссия співприємства поддерживала на своей комиссии цей проект решения про развивание. Я еще раз вертаюсь, дуже вас прошу, отримайте, будь ласка, чтобы не было сути, чтобы в Дагничан знову не били тетушки, потому что, как каждая нормальная людина в свете, мешканцы Дагницкого района, хотят иметь простой, зеленый простой, хотят иметь берег Дніпра, они хотят гулять там с семьей, они не хотят и не имеют возможности ездить десь за кордон, на вміну від возможностей, які намагаються закатати в бетон місто Київ. Через то, в Дагницькому районі, взагалі, катастрофична проблема, там немає ні одного на березі Дніпра квадратного метра официального пляжу. Там весь берег загорожений, забудований, недобудами, і ми зараз дальше стимулюємо розвиток цих недобудів. Будь ласка, я вас дуже прошу, поддерживайте, давайте мы створим там зеленую зону. Бо всі ми депутати, всі ми представляємо перед виборами, ми представляємо інтереси громади, а чомусь після виборів ми представляємо інтереси будь-кого, тільки не громади, і не створюємо для них нормальний простір для спокійного проживання, і мешати з цим містом, містом як зеленим, містом на воді, і цього. Давайте створюємо там хорошу рекреаційну зону. Дякую. Щоб не було спокупуляцій, хто ще хоче висловитися щодо зазначеного питання? Після депутатів. Будь ласка, правда троєць. Скажіть, будь ласка, пане доковідач, з минулого разу, коли ми це питання розглядали, якісь внесення змін до проєкту рішення, юридичні ввеличень? Ні, не було, тому що там договір оренди, який написав проєкт і рішення, там договір оренди, я передбачаю, в односторонньому порядку розвивання. Я знайомий з проєктом. Дякую. Дуже дякую і прошу, щоб ви не перешкоджали. По-людському. Дуже сильно прошу, по-людському, щоб ви не перешкоджали. Щоб ви вручили тут місцеву громаду, бо як ви будете чути місцеву громаду, то ви будете вимагати вибіти в їх зали, тільки що учасникам бойових дій, гермічани, написали вибуху приєднути в його зали. Ви просто минулого разу розв'язали цю питання. Я вказав на плятні тодіки юридичного характеру, не змістового, а юридичного характеру зупрішення. Тому, на жаль, його підтримують не буду, бо ви вже визначалися в другого разу. Це юридично неправильно підготовлене рішення. Я, на жаль, не є фаховим юристом. Я, на жаль, не є фаховим юристом. Якщо ви пам'ятаєте, я після земельної комісії підійшов до вас, я попросую, будь ласка, мій юрист. Якщо ви бачите якісь там проблеми, допоможіть мені. Ти, депутат, ти саме розбираєш. Я сказав вам, що хай поміщники підходять до комісу. Він сказав, що в тебе є поміщники, що в тебе є поміщники розбирається сам. Депутатів, я вам більше вкратив. Я обіцявав цьому громадянам віддатися слово громадянам. Ви розумієте, що громадянам віддатися з Дарвинського району. Ви розумієте, що громадянам віддатися. Ви не будете говорити? Все юридичне відправить. Ви просили слово. Ви не будете говорити? Ви знаєте, я просто дивуюсь таким депутатам. Ви з такої фракції, будь ласка, скажіть. Блок Петра Порошенка, так? Ось ще у нас. Блок Петра Порошенка. Я вам дивуюсь, ви не кияни. Ви не кияни. Тому що ви знищуєте Київ. Ви кажете, що у вас немає юридичного рішення. Підготуйте його. Бо громада проти. По суті. По суті, Дарничани будуть добиватися всіма способами, щоб взагалі припинити будь-яке будівництво. Якщо ви цього не розумієте, то почуйте. Я вам ще раз сказав, зранку казав, і зараз вам кажу. Тому, якщо у вас неважливо, з якої фракції, сподівайте, приймайте рішення, яке вам пропонують. Приходяйте будівництво. Так, зітримайте дарнича. Я хочу зняти всіх на пробу. Розумієте, просто зрозумієте цих громадян. Вони не є агресивні по своїй природі. Я з ними по Дарницькому районі не раз пересекаюся. Це прекрасні люди, з якими можна спілкувати, з якими можна на ебалку сходити. Дуже хороші люди, дарничани. Їхні така реакція, щоб ви зрозуміли, це є та реакція, чому в нашій державі війна, чому в нашій державі відбуваються Майдани. Бо люди доходять до того піку, коли їм всяко намагаються продемонструвати, що вони є ніхто, нічого вони не вирішують. І їх представництво, їхніх інтересів депутатами закінчується на наступний день після того, який вибрали. Через то, ну, ще раз, дуже по-людськи вас прошу. Потримайте не мій проєкт-рішення. Не мій. Це проєкт-рішення дарничан, які хочуть мати зелений простір. Які хочуть, щоб їхні діти росли в місті на воді з зеленю, з природою, а не в бетонному гені. Через то дуже вас прошу. Проголосуйте за дарничан. Дякую. Дякую. Вы видите справа, когда уже организация под видом рекрессивных забудов вьет жилищно строительство. И это как для запутаться дальше. Территория Пастниково-Сахарковка практически 9 тысяч вынесена. Никакими смелыми территориями он все упорствует. Это самый дефицитный район по обеспечению. Каменный мешок, мы не говорят. Закрываются последние шансы за элементарные, минимальные, даже ниже. В 10 раз есть нормативная обеспеченность территории. Разбили Пастниково-Сахарковск на куске. И в каждом куске начинается греково застроить жилье. В греках чем-то еще это не может оставить чуть-чуть воды. В итоге Пастниково-Сахарковск по кускам. Размотники и уничтожены. Это начинается вот сверху по непростой надписью. Участок, который табачник застраивает. Дальше у нас проблемы есть с аквапарком. Там есть неправильно до конца события. Это строительство начинается сооруженным жильем. И в итоге Пастниково-Сахарковск исчезает. Надо просто остановить и подтверждать мнение. Идем надо им подтверждать жителей. Они же им там жить. Вы можете голосовать, а они там жить должны как в мешке. Выйти, они никогда не ходят. Откройте ТПТ, который разрабатывает сегодня. Посмотрите, как правило сейчас это будет. И можно в карьбане и в виде вариантов. Понимаете? Запрещать на такие... Я буквально недовго. Депутат, судья, прокурор. Я вас прошу. Памятайте завжди, что вы первый за все человек. Проголосуйте по-людски. Проголосуйте, пожалуйста, по-людски. Дайте людям возможность жить. Там мав быть парк 46 гектаров. Зараз димова про... Залишилось уже 3 гектара цего куска. И 8 гектаров табачника куска. Ну... Забудовали уже большую часть этого великого парка, который мы планировали. Залишите тоже людей. Хоть чуть-чуть. Хоть капельку. Будь ласка, поддержите. Еще раз прошу. Будьте людьми и, пожалуйста, поддержите. Дуже дякую. Кто еще хочет у Вас? Будь ласка, просто... Вынимайте, что вы включали. Вы все включали. Будь ласка, вам слово... Чтобы в марк. В парк. Вкратный район, Гитлеровский район, в яком для легкоти, поднимали бирюджа для курики. У каждого в Крегоречном районе есть парк, и советсерзора, и пляжные, и пентаклерный скорлый район. Это бархатик, мирительство, жилови комплексы. И все. Не имеет никакого доступа к Днепрскому. И это будет продолжительность. Еще мы видим, что сегодня мы принимаем решения. Наконец, окружающим все. Наконец, окружающим все. Наконец, окружающим все. Мы, если вы, если вы считаете, получаете, то я не люблю. Я думаю, что это слово. Я хочу еще наголосить, шановым депутатам, если вы не знаете статистику по Днепрскому району. Хочу, чтобы вы все слышали. Забудовники нам все на громадских слушаниях, как так называемых, показывают свою документацию, по которой все хорошо приходят. 270 тысяч, они рахуют, отмечают. Я хочу, чтобы каждый из депутатов, которые тут сидят, знали, что в Днепрске сейчас что наиболее 550 тысяч мешканцев. В Днепрске сейчас горечка. Вплывы на человека, она хуже, чем в Чернобыльской АЭС. Вы про это мовчите. Так вот я хочу, чтобы вы понимали, что Днепрске сейчас перетворилось в бетонное гетто. Это район экологического и социального лиха. И мы будем добиваться, чтобы его такими оголосили. Мы должны дать время. Есть ряд кинставов, на которых можно сказать таки решения. Комиссия переступает эти нормы, которые разрешают в обстановлении порядка. Это такая практика. Это грязня. Это грязня. Это грязня. Это грязня. Для чего юрист таких граждан? Грязня, вот такие донасли. Давайте все. Давайте в парку. Думайте, вы загадите просто в западню. Цей проект требует выиграть, потому что там есть посылания на статике. Они совсем не стоят этих вещей. Понимаете? Суд про него подавится цей проект. Решение уже принято. И многие на цих представах, кто до конца хиостратуе, потратите час. Вот и все. Понимаете? И кто будет понимать, что это происходит, потому что это происходит, потому что надо брать, чтобы выполнять решение. Я говорил. Я рекомендовал, что в позиции можно. Но это домичный директор. Попрацует. Попречен, чтобы все выиграли, ПОДПВ заполкует все заседания в рабочей группы, чтобы вы знали. ПОДП, кто соберу все заседания в рабочей группе. И прячут нам вот тут на комиссии. Восьмова была, что в тебе есть помешники, я тебе много будет даю. Он говорит, что ты не по нас, где вы есть помешники, я работаю сам. Мы такие плотники, кто писали что вы должны помешать у нас? Поможем спричатись еще. Ставлено голосование по суду. 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 Здравствуйте! Ставлено голосование по суду. На рабочую группу, на несколько заседаний, я, может, извиняюсь, перегинаю знову, блок панамских брошей не явился. Саботовал абсолютно рабочую группу. Они не являлись. Они, конечно, им это не интересно, потому что это комерционная забудовка, это гроши, которые им всегда помогают.